Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Квартирный вопрос, призывная кампания и осенний уикенд. В ноябре белорусов ждут большие выходные. Когда будем отрабатывать? Услышать каждого. Наталья Качанова провела в Бобруйске прием граждан. Помочь в решении этих вопросов. Что волновало обратившихся? Курс на инновации. Губернатор с рабочим визитом посетил Легпромразвитие. Я хочу только сказать слова благодарности. Как это было? Старт дан. Центр избирком утвердит план проведения президентской кампании. Количество международных наблюдателей может вырасти в полтора-два раза. Когда страна сделает свой выбор? Навстречу иммунитету. В Бобруйске продолжается вакцинация против гриппа. Грипп меня не берет. Кто уже получил укол здоровья? Общественное мнение, мощные ливни и секретный ингредиент. В США выявили вспышку кишечной палочки в сети Макдональдс. О какой покупке пожалели посетители? В Казани на неделе прошел саммит БРИКС. В союз помимо Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР уже входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Официально партнером БРИКС стала и Беларусь. Это дает большие преимущества в экономике и безопасности. А главное – в стратегии на десятилетия. За круглым столом Александр Лукашенко озвучил предложение на предмет того, что белорусская сторона может привнести в работу организации. Президент отметил, наша страна – традиционно эффективный и ответственный партнер. Кроме того, географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют уверенно заявлять. Синеокая – важный пазл в складывающемся образе будущего БРИКС. Позвольте обозначить несколько направлений, в реализации которых мы можем сыграть определенную роль. Первое – безопасность. Взаимное уважение, неделимая безопасность, гарантии странового развития без конфронтации и противоборства. Те принципы, на которых необходимо строить наш новый миропорядок с нашей точки зрения. Второе – устойчивое развитие. Для многих стран глобального большинства, как и для нас, особенно актуальна задача построения устойчивых экономически самодостаточных государств при отсутствии больших запасов природных ресурсов, географических и климатических преимуществ. Беларусь с этим справляется. Мы готовы предложить свой исторический опыт, как стать сильнее самим и сделать сильнее других. На полях саммита Александр Лукашенко также встретился с президентом Ирана и премьер-министром Вьетнама. Стороны обсудили систему взаиморасчетов, совместные предприятия «Туризм», визовый вопрос и открытие прямого авиасообщения. Вьетнамский политик предложил найти больше направлений сотрудничества. Белорусский лидер порекомендовал проекты по производству техники. Он отметил, начать можно со сборки, так как это будет выгодно обеим странам, а также государствам, в которые будут оформлены поставки. Базовая ставка, военная служба и долгожданные каникулы. Более 70 тысяч белорусских школьников отдохнут в оздоровительных лагерях. Сколько выделено средств? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. За последние пять лет очередь на жилье в Беларуси сократилась на более чем 12%. Около 25 тысяч человек улучшили свои условия. К слову, на конец прошлого года в списке нуждающихся числилось около 569 тысяч семей и граждан. В стране, напомню, была разработана госпрограмма «Пять лет». По ней планируется до конца 2024-го возвести более 4 миллионов квадратных метров, включая 335 тысяч арендного. Для многодетных предусмотрено 5 тысяч квартир. В 2025 году заработная плата по стране должна быть без малого около 2,5 тысяч в бюджетном секторе более 2. Это 83% к среднереспубликанскому уровню. Оплата труда повышается за счет увеличения базовой ставки. Также у правительства на контроле выявления и ликвидация предприятий, которые не обеспечивают минималку. К слову, с 1 января ее размер повышен на 13%, и сейчас это 626 рублей. В Беларуси стартовала отправка призывников на срочную военную службу. Всего на укомплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований в октябре-ноябре планируется направить около 10 тысяч человек. Около 58 тысяч молодых людей подлежат вызову на призывные комиссии осенью текущего года. Отмечается церемония принятия военной присяги, состоится 23 ноября. Более 70 тысяч белорусских школьников отдохнут в оздоровительных лагерях на осенних каникулах. Примерно такое же количество детей заявлено и на зимний период. Отдых у учеников, напомним, пройдет с 27 октября по 3 ноября. Касая молитней кампании, в этом году оздоровительные лагеря посетили 399 тысяч человек. На ее организацию было выделено свыше 60 миллионов рублей. Белорусов ждет четыре выходных дня подряд в начале ноября. 7 числа отмечается государственный праздник День Октябрьской революции. В связи с этим рабочий день с пятницы 8 ноября перенесут на субботу следующей недели, 16 ноября. Это предусмотрено постановлением Совмина. Таким образом, небольшие осенние каникулы продлятся с 7 ноября по 10. Помочь и направить. Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела личный прием граждан в Бобруйске. Земельные, законодательные, семейные вопросы. Список тем обратившихся обширен. Могилевская, Минская и Гомельская области. Граждане, которые записались на прием, приехали из разных уголков страны. Каждого Наталья Качанова выслушала, дала соответствующие поручения сразу на месте. Вместе с тем окончательные ответы обязательно будут в течение месяца. Мы связывались с 8 октября, была прямая телефонная линия, пообщались в общем по вопросу. И договорились, что будет личный прием, нужно будет посидеть на личном приеме, чуть более развернуто поговорить. Здесь и сейчас, при рассмотрении большинства вопросов для дополнения и получения распоряжений на прием, были приглашены должностные лица всех уровней, от органов местного управления до республиканских. Такой формат, как показывает практика, наиболее продуктивен. Вопросы в рамках проведения единого дня приема, они типичны, они, как правило, житейские, простые, которые волнуют людей. Может быть, они не глобального масштаба, но они жизненно важные для людей. И каждый сенатор, и в ходе каждого приема Совет Республики старается решить, помочь в решении этих вопросов. 24 октября, напомним, прошел единый день приема граждан членами Совета Республики. Во всех регионах Могилевской области сенаторы рассматривают вопросы, взятые на контроль лично ими и обращения записавшихся людей. Прорыв года. Анатолий Исаченко посетил крупнейшее предприятие города. Лехпромразвитие славится широкой линейкой выпускаемой продукции. Однако звездой дня стало новое производство. Юлия Вернер расскажет, в чем фишка инновационной разработки. Первым делом – знакомство с производственными мощностями. Спецодежда, промышленная рабочая обувь, товары для дома из пластика, швейный цех, разработка и изготовление пресс-форм. Предприятие ни на минуту не перестает развиваться в самых разных направлениях. Главная отличительная черта – безупречное качество продукции. Это производство богато не только номенклатурой произведенной продукции, самое главное – она богата людьми, богата теми специалистами, которые здесь работают. Ведь те технологии, которые у них есть, и та продукция, это надо делать на очень высоком уровне, это должны быть специалисты высокого уровня. И это самое главное на любом предприятии. Есть специалисты, есть производство. Главным пунктом назначения стало новое импортозамещающее производство стоматологических принадлежностей и одноразовых слюноотсосов. Инновационный проект запустили в 2023-м. В этом году продукт уже опробируют в Беларуси. Отечественное детище после выхода на проектную мощность в 2026-м планируют охватить 64,4% внутреннего рынка. Данная производственная линия является инновационной для Республики Беларусь, так как таких производств ещё у нас нет. И плюс этой линии заключается в том, что производственный процесс полностью автоматизирован. Сборка и упаковка готовых изделий происходит в одном месте, в чистом помещении, в соответствии со всеми регламентами и требованиями для данного типа медицинского изделия. Главной целью по-прежнему остаётся импортозамещение. Современное производство позволяет не только выпускать качественный белорусский продукт, но и существенно облегчать работу стоматологам. Также благодаря внедрению новой линии расширилось и количество рабочих мест. Трудиться могут четыре человека. То, что мы сегодня увидели новую линию по производству слезноотсосов – это один из таких шагов, которые достаточно актуальны. Наши стоматологи уже испробовали эти расходные материалы и достаточно хорошую дали оценку по качеству изготовления. И я уверен, что пройдя все вопросы экспертизы и испытания, данный расходный материал займут линейки наших медицинских учреждений достойно своего места. Со своей стороны, хочу сказать, что мы поддерживаем вот такое направление и будем поддерживать всех тех, кто заходит с инициативой, с новым производством, с импортозамещением и с рабочими местами. Поэтому я хочу только сказать слова благодарности и дальнейшее развитие. В условиях экономического давления предприятия республики не боятся рисковать и уверенно прокладывают дорогу новой продукции. Игра стоит свеч, ведь качество, доступность и надежность – неотъемлемые бренды Беларуси. Юлия Вернер, Станислав Чичерин. Итоги недели. Все, что нужно знать. 24 октября прошло заседание Центральной избирательной комиссии. Палата представителей, напомним, накануне назначила выборы президента Беларуси на 26 января 2025. На заседании рассмотрели организационные аспекты предстоящей кампании. Постановлено – будут сформированы 153 территориальные комиссии и более 5000 участковых. Для подготовки и проведения выборов президента образуются территориальные и участковые комиссии. К территориальным комиссиям относятся областные, минская городская комиссия, районные, городские, в городах областного подчинения, кроме городов с районным делением. И районные в городах комиссии. Они образуются не позднее, чем за 80 дней до выборов, то есть не позднее 6 ноября 2024 года. Участковые комиссии формируются не позднее, чем 30 дней до выборов, то есть не позднее 26 декабря. Национальные наблюдатели на президентских выборах должны аккредитоваться до 20 января. На каждом этапе будут приниматься решения, связанные с регистрацией инициативных групп, выдвижением кандидатов, проведением агитаций и голосованием. Документы необходимо подать не позднее 1 ноября, а с 7 числа начнется сбор подписей выдвиженцев. ЦИК уже ведет ряд переговоров со своими коллегами по Центральным избирательным комиссиям за рубежом по возможности их приглашения для наблюдения за президентскими выборами в нашей стране. Могу напомнить для нас, коллеги, для тех, кто смотрит нас в онлайн режиме, что на выборах в единый день голосования у нас в стране было аккределено 294 международных наблюдателя. Мы, видя интерес к избирательной кампании в Республике Беларусь, что количество международных наблюдателей может вырасти в полтора-два раза. На президентские выборы из бюджета выделят 53 миллиона рублей. ЦИК уточнили, этого хватит, даже если будет два тура. 78% средств пойдут на зарплаты членам избирательных комиссий, около 17% на материально-техническое обеспечение. 80 лет порядка. Крупнейшее предприятие города по утилизации отходов отпраздновало юбилей. Ежедневно работники заботятся о том, чтобы Бобруйск оставался чистым и уютным для жизни, демонстрируя профессионализм и преданность своему делу. Именно их стараниями сохраняется экологическое равновесие и формируется культура чистоты. О неоценимом вкладе в благоустройство города Юлия Вернер. Сегодня мы убираем по седьмому маршруту. Начинаем с улицы Станционной, убираем все общежития в районе бульвара Молодежного, дальше двигаемся к улице Интернациональной, убираем всю улицу Интернациональную. Утро на предприятии начинается не с кофе, а с получения путевого листа. Маршрут построен, можно выдвигаться. Работы – непочатый край, под крылом организации 90% города. 80 лет ежедневного кропотливого труда приносят свои плоды. Все отходы своевременно вывозятся, сортируются и отправляются на переработку. Водители приезжают на работу заранее, то есть в 7 утра они должны уже выехать на линию, соответственно, приезжают они заранее, за полчаса. Я приезжаю точно так же. Начинается утро с выдачи путевого листа. Водители приходят ко мне с заполненным путевым листом вчерашнего дня, на соне которого я описываю новый путевой лист, отправляю проходить медкомиссию перед выездом, механика и, соответственно, на линию. Трудится денно и ночь на участок по обращению с коммунальными отходами. Плановая очистка многоэтажной жилой застройки и частного сектора, вывоз крупногабаритного мусора. Объемный пласт работ, благодаря которым город на Березине может сверкать. Плановая очистка у нас 10 маршрутных графиков ежедневно. По частному сектору 37 маршрутных графиков. В частном секторе мы забираем один раз в неделю. Стационарных 6 заготовительных пунктов, которые люди могут приносить нам, сдавать вторичные материальные ресурсы. Это макулатура, стеклобой, пластик, предбутылку. Автомобиль – главный помощник. Сегодня на балансе предприятия 74 единицы. Из них 38 мусоровозы. В перспективе автопарк должен пополниться еще 11 современными машинами с задней загрузкой. Весь транспорт оборудован навигационной системой, которая позволяет диспетчеру быстро реагировать на изменения ситуации. Каждый день в рельс выезжают порядка 60 единиц техники. Также имеется своя ремонтная зона, на которой мы периодически проводим ТО, ремонт, обслуживание. В настоящее время готовимся к зимнему периоду. Проводим сезонное обслуживание, то есть замена резины, замена охлаждающей жидкости, масел, фильтров. Правила безопасности. Охрана труда – неотъемлемая часть слаженной и качественной работы. Сотрудники регулярно проходят инструктажи раз в три месяца и раз в полгода. Для большего удобства имеется кабинет с техникой. Все водители обеспечены средствами индивидуальной защиты. Проходят водный инструктаж при устройстве на работу, стажировку на предприятии и проверку знаний. Сегодня на благо любимого города трудятся 193 человека. Предприятие развивается, внедряет в рабочий процесс инновации для более эффективной утилизации отходов. С 2014-го успешно реализуется программа по раздельному сбору мусора. Шаг за шагом проходит модернизация контейнерных площадок. С дальнейшим расширением работы в этом направлении начали создаваться сортировочные станции. Одна такая станция в 2015 году была установлена на полигоне Бабины, непосредственно перед ним, где перерабатывался весь мусор, привозимый из города. Извлекались оттуда вторичные сырье. В течение времени начался постепенный переход на автомобили с задней загрузкой под контейнера «Евротип», которые уже начали появляться в городе. Под них меняем инфраструктуру, то есть расширяем существующие контейнерные площадки. Разделить радость с сотрудниками прибыл председатель горисполкома, председатель Ворсовета депутатов, общественность. В торжественной обстановке гости заложили капсулу времени с посланием для будущих поколений – открыть ровно на вековой юбилей. После – высадка небольшого яблонево сада. Саженцы украсили территорию предприятия, которое ежедневно дарит бобруйчанам чистоту и комфорт. Сегодня отрадно, что мы отмечаем 80-летие создания этого предприятия. Коллектив слаженный, коллектив знает свою задачу, и больших нареканий к работе этого коллектива у нас нет. Конечно, они приобретают новую техникум, и от этого зависит чистота нашего города. Но самое главное, что я сказал, это процветание данного предприятия. И я думаю, что наши горожане всегда будут поддерживать чистоту на достойном уровне. Спецавтопредприятие играет важную роль в жизни Бобруйска. Каждый день профи превращают каждый уголок в уютное и комфортное место. Неустанный труд и высокие стандарты профессионализма заслуживают признания и уважения. Ежедневное развитие – стремление к новым вершинам. Организация задает высокую планку в сфере коммунальных услуг. Впереди у предприятия светлое будущее, а значит и у города. Хочу поблагодарить всех работников предприятия, которые принимали активное участие в развитии как самого предприятия, так и данного направления по вывозу и сбору мусора в городе. Пожелать им всего хорошего, самое главное – здоровья. КАО «Спецавтопредприятие» всегда отличало нацеленный на результат командная работа, самоотдачу всех и каждого, ответственность и трудолюбие сотрудников. Именно эти качества работников предприятия позволяют нам с гордостью оглядеть в пройденный за 80 лет путь и уверенно смотреть в будущее. В день юбилея хочу поздравить всех ветеранов и сотрудников предприятия со знаменательной датой. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и личных начинаниях, семейного благополучия, процветания и мирного неба над головой. Юлия Вернер, Максим Калинин. Итоги недели. Забота о главном. В Бобруйске продолжается активная иммунизация против гриппа. Сделать укол здоровья можно, не покидая рабочее место, благодаря передвижному прививочному пункту. Сотрудники поликлиник проводят обязательный осмотр, после вакцинируют. На все про все пару минут. В рамках акции «Начнем с себя» удобство уже оценили в администрации Ленинского района. В семье у нас было так принято. Моя мама, она уже человек достаточно взрослый, и она ежегодно прививается от гриппа. И каждая осень у нас начинается с вопроса, ты успела привиться, ты привилась? Поэтому я тоже стараюсь прививаться каждый сезон такой, и должна сказать без суеверий, что грипп меня не берет, потому что с вакциной я в хороших отношениях. Чтобы коварные инфекции не нанесли здоровью серьезный удар, позаботиться об организме стоит заранее. Особенно важно сделать прививку беременным, лицам старше 65, страдающим хроническими заболеваниями и тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. Кишечная палочка, алмазная пыль и дорогой аксессуар. Криштиану Роналду выпустил собственную линейку часов из розового золота, что изображено на циферблате. Далее громкие заголовки мировых новостей. Деятельностью президента Франции недовольно абсолютное большинство французов. Об этом свидетельствует проведенный в стране опрос общественного мнения. Не одобряют работу Макрона на посту президента 78% респондентов. Обратного мнения придерживаются 22% опрошенных. Это самый низкий показатель популярности. К слову, начиная с мая президент Франции потерял 9% пунктов. Сицилия уходит под воду. После мощного ливня там начался потоп и оползни. В одном из районов люди спасаются на крышах домов. Их эвакуируют на вертолетах. Река вышла из берегов. Не работают школы и общественные организации. В Палермо затопило аэропорт. Машины не едут, а плывут. В коммуне Энна размыла скалу, из-за чего она обрушилась. Огромные валуны перекрыли главную дорогу. Страдает соседняя Франция. Разгулявшаяся стихия уже подступает к Леону. В США выявили вспышку кишечной палочки из-за роял-чизбургеров в сети Макдональдс. В 10 штатах зафиксирована вспышка инфекции. Пострадали 48 человек. Еще один умер. 10 госпитализированы. Какой продукт был заражен, пока неизвестно. Это выясняют специалисты. Однако в самой компании предположили. Проблема может быть связана с нарезанным луком, который поставляется одним поставщиком, обслуживающим три распределительных центра. Ученые из Швейцарии предлагают распылить 5 миллионов тонн алмазной пыли в атмосфере, чтобы охладить планету на полтора градуса. Специалисты утверждают, это чуть ли не единственный способ борьбы с глобальным потеплением. Алмазные частицы лучше всего отражают тепло и не образуют кислотные дожди. Но есть нюанс. Цена вопроса – 200 триллионов долларов. Криштиану Роналду выпустил собственную линейку часов из розового золота, где есть изображение спортсмена, забивающий гол в ворота своей бывшей команды Манчестер Юнайтед в 1-8 финала Лиги Чемпионов. Устройство из нержавеющей стали выполнено в зеленых оттенках с отсылкой к футбольному полю. Выпущено 999 экземпляров стоимостью от 29 до 160 тысяч долларов. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин